Вручается вот такой замечательный слон. Это единственный способ заполучить данного слона. Это, собственно говоря, выступить у нас с докладом. Вот слон, видите, он SYNC PHP. Вот, он уникальный. Собственно говоря, я вручу тем, кто уже сегодня докладывал. Так что это вам на заметку. Думайте, думайте. У вас будет уникальная возможность рассказать, поделиться своими знаниями, попиариться. Попиариться, в принципе, за наш счет. Так, ну что ж, не буду больше задерживать. Следующий доклад у нас от Никиты по теме WordPress SEO. Прошу. Всем привет. Меня зовут Никита Юров. Сегодня поговорим про WordPress SEO. Сразу хотелось спросить бы, кто-нибудь в зале двигает свои сайты? Поднимите руку, пожалуйста. Так, хорошо. А на WordPress кто-нибудь что-нибудь двигает сайты? Уже лучше? Здорово. Хорошо. Пару слов обо мне. Я занимаюсь WordPress и SEO уже три года. Два года работаю в компании Ник Солюшенс в CMS отделе. Помимо основной работы делаю сайты под партнерки СПА. И, собственно, зарабатываю на них. Итак, сам по себе WordPress довольно хорошо оптимизирован под SEO. Решены очень многие моменты, которые в других CMS вызывают головную боль. Но все-таки есть ряд моментов, которые из сайта в сайт повторяются на тысячах сайтов, на которые либо не знают просто, либо не обращают внимания, а они порой мешают. Итак, наши основные задачи это убираем дубли, уникализируем контент, помогаем индексации поисковиками, настраиваем метатеги, чистим HTML и некоторые другие штуки, которые будут в конце презентации. Можно посмотреть, насколько все хорошо с вашим сайтом на сайте seocheklist.ru, там подажимать галочки, что у вас есть, чего нет. Ну, собственно, картина хоть немножко вырисуется. Почему это важно? Все, о чем я буду рассказывать. У нас сейчас есть, собственно, список из 200 факторов ранжирования Google. Первая ссылка на английском оригинал, дальше перевод на русский и инфографика для ленивых. Поэтому все эти моменты, они могут показаться мелочью, но они так или иначе относятся прямо или косвенно к одному из этих факторов. И я считаю, что в SEO, в принципе, не бывает мелочей, поэтому, ну, я думаю, нельзя говорить, ну, это фигня, зачем это делать. Так, бесплатные инструменты, которые нам помогут во всем этом, это V3C-валидатор, программа к сену, поиск битых ссылок, Netpeak Spider, который делает то же самое, но помимо всего прочего, там есть другие полезные штуки. PageWadeWideFree, помогает рассчитать распределение веса по сайту, и плагин WordPress.io.io, но о нем чуть позже. Итак, начнем с такого самого простого. Если мы откроем Firebug, посмотрим, что нам отвечает сервер, есть вот подчеркнуто три линии, которые, ну, никакой особо смысловой нагрузки не несут. Вот, поэтому все это дело мы можем убрать по райстрок кода. Если плохо видно, есть ссылка, и вторая ссылка, это мой аккаунт на GitHub, где все примеры собраны, которые будут в презентации. Можно просто скопировать, вставить на свой сайт, и, ну, оно будет работать. А на GitHub, правда, будет в вашей презентации? Да, это будет на сайте с NPHP. Да? Да. Да. И еще хотелось бы сказать, что я сейчас рассматриваю WordPress сайт, допустим, с точки зрения, что это какой-то корпоративный сайт или блог, или сайт под партнерку, на котором мы будем зарабатывать. И, соответственно, там есть, WordPress предоставляет кучу функционала, который полезен, но нам он не нужен. И порой он может сыграть злую шутку. Если мы откроем исходный код страницы нашего сайта, мы увидим вот это вот мясо. Ну, зачем оно? Оно либо нам не нужно просто, либо может даже как-то повредить продвижение сайта. Поэтому что мы делаем? Мы открываем header.php в нашей теме и удаляем то, что можем удалить. Все остальное можно удалить либо в плагине WordPress.seo.by.yost, вот там 4 пункта, и что мы можем сделать. Либо здесь кастомно в PHP коде несколько строк, где мы это все удаляем, тоже скачиваем по ссылке, скачиваем. Вот, работает. Шаблоны, аж темы. Архивы, страницы, посты. Что с ними хорошо сделать? Поубирать лишние блоки, поубирать лишние ссылки на разработчиков темы, на WordPress.org, я не знаю, там, блог.рог какой-нибудь. И правильно используем тег h1. Очень частая ошибка в WordPress темах, когда h1 используется в названии сайта. Допустим, в архиве категории, потом каждый пост заголовок это h1. Да, с точки зрения HTML5, это валидно, но тогда должен быть валидным и весь код сайта. То есть все должно быть в хедер, футер, теге, внутри артикл, там, секшн. И, ну, хорошо. Но насколько это поймет у нас Google? Сейчас, ну, я даже не нашел точного ответа, как на это посмотрит Google, и какой из тегов h1 он будет иметь наибольший вес при рандировании той или иной страницы. Поэтому я сторонник того, чтобы тег h1 был один на странице. Дальше. Стандартная форма комментариев WordPress. Подчеркнуто есть у всех. Есть первая строчка, последняя, там, какие мы теги можем использовать, и поле сайта. Вот последняя строчка, ну, она используется на тысячах сайтов. Ну, зачем она нам? Вот. Все это дело тоже убираем, убираем поле URL, изменяем, можем, какие-то свои кастомные надписи, там, типа, ваш email не будет опубликован. И так далее. Ссылки на себя. Тоже один момент, который в WordPress есть. Мы, допустим, используем менюху сайта, или список категорий, или список страниц, и мы находимся на этой странице. Что нам с этим делать? Ну, во-первых, с точки зрения юзабилити, человек кликает на ссылку и попадает на ту же самую страницу. Во-вторых, с точки зрения поисковых роботов, это тоже может сыграть негативным моментом. То есть, допустим, робот парсит страницу, видит там, находит ссылку, переходит на нее и попадает на ту же самую страницу. Вот. Зачем это нам нужно? И ссылки в шаблонах и в контенте. Ну, это все можно поправить руками, просто залезть, убрать. Вот. Все это дело фиксится тоже не такой большой объем кода. Для страницы категорий мы вешаемся на фильтр, а вот для менюх чуть сложнее. Мы написали кастомный класс волкер, вот, а потом фильтр равносильно вешаем аргументом ко всем менюхам на сайте. Ну, собственно, все. Так, вот это у нас типичный хедер страницы какой-то компании. У нас есть главное меню, там, home, about us, blog, services, fuck you, contact us. Ну, это все здорово, но... А зачем? Эти ссылки у нас в самом верху страницы. Они повторяются на всех страницах сайта. Зачем, ну, собственно, передавать вес на эти страницы, если мы их не продвигаем? Кто-нибудь продвигает страницу contact us? Нет. Ну, что с этим? Это можно просто все это дело закрыть в AJAX. Ну, либо другой способ. Можно это просто JSON писать вместо ahref там span с какой-то датой src и на клик подменять. Ну, вариант тот же самый. Что еще можно закрывать в AJAX? Сетбары ненужные, виджеты, дублирующийся или неуникальный контент, собственно, неинформативные блоки, неуникальные блоки, что угодно. Это все делается в 8 строчек кода. Это так просто. Вот, именно это PHP. И столько же на GQ. Фиды. Еще можно увидеть такое иногда. Картину это называется сопли supplemental index. У нас просто большое количество фидов проиндексировалось. Там фиды категории, фиды поста, фиды комментарии к посту, там главный фид. Вот. Это, ну, зачем это все? Да, может быть, на сайте кому-то нужен фид. Тогда мы его оставляем. Но я сейчас рассматриваю этот вариант, когда он не нужен. Поэтому что мы удаляем из хедера хуками все эти ссылки на RSS-ленты, а потом просто их редиректим на главную страницу сайта или куда-то еще. Мета-теги. Собственно, вот список мета-тегов, которые нам понадобятся. Title, Description, Robots, Noindex, Noholl и Railcanonical. Вот. Собственно, какой тег я здесь не учел, но который мог бы показаться важным? Кто знает? Keywords. Да, Keywords. Привет из двухтысячных. Вот. Ну, собственно, первые две ссылки. Это Google сам говорит, что мы этот тег не учитываем. Он не учитывается в ранжировании. Ну, что Яндекс. Яндекс пишет хитром. Может учитываться при определении соответствия страницы поискового запроса. Но, во-первых, может, а может и не учитываться. Во-вторых, это соответствие страницы поискового запроса. Это не значит, что это плюс в ранжировании. Допустим, у нас страница про пейджеры, но Яндекс и так поймет, что там есть слово пейджеры, он так поймет, что это страница про пейджеры. Но я лично считаю, что он не нужен. Так, картинки. Наш стандартный медиа-влодер. Заливаем картиночку на сайт. Что мы указываем? Тег обычно. Все выравнивание, ссылки. Ну и хорошая практика со всем этим. Желательно использовать читаемое название файла. Указывать атрибут alt. Можно title опционально. Хорошо, если есть подпись картинки. Еще хорошо, когда у нас картинка не ссылается на страницу attachment картинки, в которой есть просто эта картинка и форма для комментариев. Или просто на сам файл. Еще можно сделать уникализацию картинки, если мы чужие используем. Ее как-то в фильтр применить, копирайт добавить. Вот уже уникальная страница. Ну и желательно, чтобы во все это дело входил ключ наш, под который мы двигаемся. Название файла, вальд. Можно спросить, как же, если у нас есть попапы, пройти фото или лайтбокс используется, как без ссылки. Ну, я обычно делаю просто тег image картинки. Пишем туда data.src полную версию. Просто на джаваскрипте открываем попап на клик по этой картинке. Дальше. Постоянный ссылки. С вот этим в WordPress все очень здорово, очень классно. Нам всего лишь нужно зайти в админку, выбрать формат, который нам устраивает, название записи. И у нас есть отличные урлы. А зачем это нужно? Ну, если посмотреть выдачу Google, то мы видим, что наши ключевые слова, они подчеркиваются жирно не только в домене, но и в урле страницы. И, собственно, это также один из двухсот факторов, которые учитывает Google при ранжировании. Ну и, собственно, для русскоязычных сайтов есть еще два плагина для транслита. Rustulat или Sirtulat and Chased. Ну и мы добрались к SEO-плагинам. Есть всеми любимый All-in-One SEO-баг. К нему мы добавляем категории SEO-метатег. К нему Google XML-сайтмапс. Ну или просто используем WordPress SEO-пайл, в котором это все дело есть. Я большой сторонник этого плагина. И какие требования я лично предъявляю к плагину? Это настройка генерации метатегов. Есть у нас очень много страниц, каких-то, может, даже сгенерированных. Вот, чтобы можно было задать шаблон, по которому эти теги сами сгенерируются. Поддержка категории и таксономии. Поддержка типов контента кастомных. И чтобы плагин был покрыт хуками и фильтрами, чтобы в случае чего мы могли сами изменить логику его поведения. Дальше. Robot.stxt. Можно его отредактировать основной в плагин, просто в админке писать, что туда нужно. Вот, можно это делать кастомно. В файле, допустим, Functions.php, либо отключить свой файл. Вешаемся на фильтр robots.txt и пишем там свои бабки. Ну и с недавних пор в WordPress не используется физический файл на сервере или robots.txt, он генерится динамически. Вот, поэтому таким способом мы его редактируем. Дальше. Какие же у нас есть в WordPress архивы? Есть категории, теги, таксономии, авторы, архивы дат, годов, месяцев, вернее, архивы постов, страницы блога и архивы кастомных типов контента. А теперь представим, что у нас есть пост, где выводятся первые два абзаца, и они выводятся в каждом из этих архивов. Причем не в одном, в двух категориях, в пяти тегах, в авторе, в датах, годах. У нас получается куча неявных дублей. Поэтому все это дело, но если они нам не нужны, мы их либо в индекс.нофолу закрываем, либо 301-й редирект делаем. Тоже буквально четыре строчки кода. Проверяем, если это автор, дата и теги. Если нам нужны теги, мы не редиректим. Вот тема с WordPress.org. Вот архив курильщика. То есть нет здесь ни тайтла, ни дескрипшена, просто посты, так же, как они идут на блоге. А вот пример архива здорового человека. Это категория. У нас есть хлебные крошки, есть H1, описание, картинка. Дальше пошли посты. Ну, по-моему, вполне себе. Что мы можем еще с контентом архива сделать? Пишем тайтл архива названия в H1. Выводим описание той же категории. Есть плагины для кастомных таксономий, где можно добавить картинку и вывести. И заполняем метатеги. В результате получаем вполне себе уникальную страницу. И еще. Закрываем погенацию и непродвигаемые архивы в новый индекс. Есть еще такая штука, как вывод превьюхи поста. Read more. Есть еще у нас экзепт, это цитата. И еще можно использовать getPostMethe. Вот на скриншоте у нас есть. Допустим, мы за контент выводим на основной странице блога, за экзепт мы выводим на категории. Для тегов мы добавляем отдельно свои дополнительные цитаты, чтобы у нас не дублировался контент. Ну, еще можно поиграться и использовать, выводить, не выводить картинку поста. Ну и, собственно, добрались до таких приятных моментов, которые нам помогут. Хлебные крошки. Собственно, по ссылке рекомендация Google, как это можно сделать несколькими способами, при помощи RTF, допустим, или при помощи схемы Work, все работает. Я уверен, есть куча плагинов для WordPress, но я люблю это всегда руками делать. Дальше у нас есть звездочки рейтинга, и тут же есть у нас хлебные крошки. Плагин ставим в WP Post Ratings, у нас звездочки появляются, сразу работают и, собственно, отлично. Поречь с ниппетом документация. А зачем нам это нужно вообще все это дело? Ну, как минимум, таким образом увеличивается привлекательность сниппета, и в результате люди чаще кликают в выдаче, на него у нас больше посетителей, у нас увеличивается CTR сниппета и поведенческие, и это тоже хорошо влияет на ранжирование. Ну, еще хорошая штука, карта сайта, нашел такой плагин замечательный, сайт 3, скачать можно по ссылке, позволяет сконфигурировать, вывести HTML-карту сайта для пользователей, ну, или для поисковых систем, с выводом, там, сконфигурировать, какие архивы выводить, не выводить, очень удобно. Зачем нам нужна HTML-карта сайта? Если у нас, допустим, какие-то редкие страницы, где мы особо не ссылаемся, то у нас еще будет хотя бы одно место, откуда на эту страницу ведет ссылка. Ну и, в принципе, когда робот попадает на эту страницу, он тоже переходит по всем ссылкам и индексирует ее. Ну, почему нет? И немножко про ускорение сайта. Есть плагин WPS SuperCache, W3 TotalCache, которые много чего умеют. И есть плагин Жени, который читал первый доклад, позволяет поджимать JS и CSS, все в один файл тоже. Ну, а зачем нам ускорять сайт? Тоже один из факторов в ранжировании Google. Чем быстрее сайт работает? Ну, плюсик. Вот. Собственно, на этом все. Вопросы? А зачем пагинацию закрывать? Вопрос, зачем закрывать пагинацию. Часто, если разработчик не предусмотрел, у нас есть описание категории, допустим, да, там, 2000 символов, и тот же самый тайтл. На второй странице остается тот же самый тайтл, то же самое описание. Можно закрыть ее noindex, но оставить nofollow, чтобы робот ходил по ссылкам. Можно просто убрать... Просто первая есть, а все остальные закрывают. Ну да. И на следующих страницах либо не выводить тот контент, либо что-то как-то придумать. Но если не будет проиндексирована вторая страница, то робот тогда не получит ссылку на записи? Нет. Если мы поставим noindex follow, он пройдет по ссылкам, но индексировать саму страницу не будет. Но это для товаров. То есть в страницах, к примеру, категория товаров. Ну не только товары. Ну да. Часто, когда у тебя много страниц, на первой там женская бильода, трусы такие. Да. Результаты поиска. Да, я не упомянул в докладе, тоже можно позакрывать результаты поиска. Но WordPress SEO по-моему это сразу делает, даже без всякой галочки. И сайтмап.xml. Сайтмап.xml тоже есть. В WordPress SEO по-моему. Либо мы там был слайд, ставим Google сайтмап.xml планируем. А теги? Что теги? Description, title. То же там же есть? Да. То же там же есть? Волан вам SEO пак есть, есть WordPress SEO по-моему. Все есть. Там есть категория, там нет тегов. Да есть, там есть. В смысле? Страницы подписали. Отдельно. Ну, тайтл? Ну, редактируешь тег или любую кастомную таксономию. Там есть title, description, rel canonical. Нет, там можно это делать скрыть. По умолчанию это скрыто в админке для каких-то из рубрик. Но можно нажать галочку и редактировать для любых архивов это все дело. Интересуют теги. Там можно для всего чего угодно. Да, для тегов можно настроить title, description и все остальное. Еще вопросы? Да. Вопрос такой. Вы говорили, что желательно откатать ссылки в меню, там, когда слифт оборачивать или что-то такое, да? Да. Вопроса два. Во-первых, как это помогает, в чем это помогает. И второй вопрос, какие этому подтверждения какие-то, почему вы решили, чтобы слифт это помогает. Смотрите, как у нас работает поисковый робот. Он загружает страницу всю нашу, потом находит на ней ссылки. И каждой ссылке он, каждая ссылка со страниц имеет одинаковый вес. То есть, чем больше у нас ссылок на страницы, тем меньше вес каждая из них передает. Соответственно, есть у нас на всех страницах сайта есть в главном меню 10 ссылок на страницы, которые мы не продвигаем. Мы просто туда в тупую передаем вес. Зачем это делать? То есть, мы, как сегошники, мы туда написали какие-то свои запросы на внутренние страницы, которые мы двигаем. Но это не подойдет для пользователя. Поэтому просто-напросто можем закрыть это в JS, в AJAX, все. И это действительно помогает? Да, почему нет? Наполни, по поводу неверного перераспределения веса в ссылок, да, это может быть проблемой. В определенных сайтах это реально бывает проблема в продвижении. То есть, не всегда это связано с меню, но неправильное перераспределение веса по ссылкам, да. Да, особенно если мы... То есть, это не на каждом сайте прикручивается. Если мы особенно используем какую-то хитрую систему перелинковки, там, звезда, кольцо или что-то такое, то меню, которое повторяется из страницы в страницу, оно нам это портит. У нас теперь не ссылается каждая страница на своего предка, да, или на свою дочернюю страницу. Потому что у нас на всех страницах есть ссылка на главные, на контакты. Они не попадают в эту систему, ну, в эту схему перелинковки. А может быть оборачивание в тег-нап, как-то полагает, снижать звезды? Ну, насчет HTML5 ничего конкретного я не находил по Гуглу. То есть, ну, все равно ссылка и ссылка вон переходит. Да. Разве поисковики не банили за контент, который отличается для робота и для пользователя? Ну, они очень так хитро пишут обтекаемо, что если это только помогает пользователю, допустим, вот часто там подгрузка контента Аяксом там или еще какие-то штуки, то нет, не банит. Если сайт серый, особенно в какой-то серой нише, вот, и еще помимо этого используются какие-то хитрые способы продвижения, туда банится. Но за меню в Аяксе никто, в принципе, банить не будет, если у вас нормальный сайт для людей. Напомнили про Аякс. Как есть шаблоны, ну, хорошие, качественные шаблоны, сделаны на Аяксе? Ну, для Аякса мы можем реализовать там при помощи History.js навигацию, либо с хэшбэнк, да, хэштег, либо просто с, чтобы менялся уровень динамический. И получается, все ссылки у нас будут в исходном HTML, робот пойдет про ним, проиндексирует. Просто нужно решить проблему, что у нас в контенте есть ссылка, допустим, там, slash about, да, чтобы робот ее тоже увидел, дать ему там карту сайта, и чтобы реально, если мы загрузим в браузере slash about, чтобы она у нас отобразилась. То есть делать полноценный Аякс сайт, чтобы все ссылки работали там, ну, даже без JS, допустим. Просто я как-то, ну, отслеживал, смотрел, и пишут очень многие допустим, пишут, сделали все рекомендации, и Ниндексы, и Ниндва, все именно четко, все показано, отдает там, если сайт от робота отдает HTML версию, если ты смотришь, он пользователь, видишь нормальную версию, но у всех все равно в индексе по одной странице. Ну, видимо, у них просто нет, как минимум, хотя бы карты сайта, и если у них просто навигация с ягсом в руле ничего не меняется, то робот, ну, и не узнает, что, да, Google пишет, что он понимает Аякс, он выполняет JavaScript файлы, и как-то их там по-своему интерпретирует, но подтверждений тому нет, потому что его тоже делают много раз меню там в Аяксе, смотришь сохраненную кэш, да, копию страницы в кэше Google, и его там этого нет, то есть, ну, такой спорный момент. Ну, а вы не делали, ну, на Аяксе не двигали еще? Нет, двигать не двигал, делал просто на Аяксе сайта. Ну, а Аякс на своих сайтах есть польза умеренно только для того, чтобы скрыть не нужно. Еще вопросы? А если у пользователя будет отключен JavaScript, тогда и попадет часть меню? Ну, знаете, а зачем вам такой пользователь? Один процент во всем мире, там, на ИЕ6 еще, скажите, да? Ну, муки какой-нибудь. Я двигаю свои сайты, мне не жалко, честно говоря. Это можно обсуждать с заказчиком, там, ну, да. Еще валидность, важный момент. Да, важный. В начале презентации была ссылка на V3-валидатор тоже, и поисковики пишут, что желательно, чтобы код был валидным. Это такой маленький-маленький плюсик, но это не значит, что вы там вверх подскочите на одну позицию, если перейдешь. Не только маленький плюсик, есть маленькая, короткая история. Вообще, знакомый силошник не свой сайт был подверг. Я пытаюсь пробивать по точным фразам свой сайт, его не вижу, ни в Яндексе, ни в Убеге. В том, в Индексе все страницы, то есть текст не пробивает. Супчок, он просто, ну, он силошник, но не встальщик, не программист. Он неправильно сделал комментирование строк. То есть, сверху у него закомментирована была строка и в конце он поставил, по-моему, тоже в связи с отнимем знака. И снизу, ну, просто, аж тиммей не пометает. И снизу, точно так же в связи с отнимем знака. И, то есть, при просмотре страницы, которую проиндексировал поисковик, вся страница проиндексирована хедер, сайтбак, футер, а текстовая область нет. Это ошибка валились. То есть, долго пулили, это искали в чем-то проблемы. Но это уже не ошибка валились, это, по-моему, про это смотри, за счет курилинии, есть как в SEO, как просмотреть свою страницу, очень просто, как ее видеть в кэше. Ну, в кэше Google есть. Кэше и SEORush. Семрush. Семрush, да. Ну-ка, просто посмотреть, как твоя страница, что на ней есть. В хроме, он обожает все учебы, все показывает. Ну, да, даже хромт, он сам закрывает недозакрытые теки, да, да. Все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...